Более 260 тысяч медицинских масок в сутки изготавливается в Тверской области. Речь идет о предприятии ГЕКСа, которое последние 20 лет успешно функционирует на территории Торопецкого района. Изделия, производимые здесь, можно найти не только в Верхневолжье. Они широко используются по всей стране. На заводе, расположенном в деревне Лесной, побывала наша съемочная группа. Более 260 тысяч в сутки и около 8 миллионов в месяц. В таком объеме предприятие ГЕКСа изготавливает необходимые в условиях мировой пандемии коронавируса медицинские маски. В цехе, где производство изделий поставлено, что называется, на поток, ежедневно трудится около 60 человек. Из них на масках пятеро. Сам процесс полностью автоматизирован. От нарезки спонбонда, уникального композитного нетканного материала, до упаковки готовых масок в коробке. Лишь на последнем этапе сотрудники предприятия прикасаются к продукции. Работники, которые работают на масках, они только пересматривают бракованную продукцию и избежание попадания ее в клиенты. То есть они на выходе забирают эти коробки с масками и пересматривают каждую маску, получается. Они уже на автомате их как деньги просто проверяют. Основой для композитного материала служит полипропилен. На предприятия его поставляют вот в таких, похожих на мучные мешках. В одном из цехов под воздействием высокой температуры гранулы расплавляют, чтобы на выходе получить матки спонбонда. Мы покупаем только сырье, и уже из него производят материалы, кстати. Идет складка полимеров, и в выходе получается вот этот гигантный материал. Отметим, что сфера применения спонбонда достаточно широка, и медицинские маски – лишь один из примеров. Да и сами по себе маски для предприятия Гекса отмут не ключевое направление работы. Однако вспыхнувший по всему миру коронавирус заставил нарастить производство. Мы производили 3 миллиона масок в месяц до этого кризиса. В кризисе мы производим до 7-8 миллионов масок в месяц. Конечную продукцию предприятия Гекса сейчас используют в лечебных учреждениях по всей стране. Вместе с тем отсутствие средств защиты в аптеках и магазинах на предприятии объясняют просто. Раньше на рынке была представлена продукция в подавляющем большинстве зарубежных фирм. Сейчас они ушли, а российские предприятия заполнить нишу пока не в состоянии. А вот то, что происходит на рынке с ценами, представители компании Гекса иначе как жажды наживы не называют. Себестоимость одной медицинской маски, рассказывает Алексей Бунин, 3-4 рубля. Все остальное полностью на совести продавцов.